Чтобы все могли понять, действительно ли у Марии есть особые способности, Дмитрий попросил рассказать о ближайшем будущем Украины. Скоро мы сами сможем проверить ее предсказания. Нет, не закончат? Он сам идет, но смотрите, он злой человек, но он не может выполнять свои одежды. Вот это, что он должен выполнять, и смотрите, вот это, что он обещал, то если бы тут гладкое поле, чтобы не было этих дрибульок, то это все, что он обещал, ничего не выполняет. Благодарю его, но на него очень зло есть от других, чтобы он злил виск, чтобы все ему вышло. Я бы хотела Зеленского увидеть и тут, и дать ему пораду. Пригласите его. Володимир Александрович Зеленский, я вертаюся до вас, Мольфарка Свилини, Мария Петрівна, можете до меня звернутися, злить и виск. И все я вам расскажу про вашу работу, про ваше життя, про все ваше будущее. Я думаю, он найдет ваш номер телефона. Если что, Владимир Александрович, я дам номер телефона, если будет желание приехать. Вы бы удивились, если бы позвонил Зеленскому? Когда будут выборы, шкода его трошки, и будут теперь выборы, мне трохи програют. Команда Зеленского проиграет? Програй. А какая команда придет следующая? Старый придет. А каким вы видите выход для Украины, чтобы наша судьба резко изменилась, и чтобы стремительно все пошло вверх? И экономика, и жизнь каждого человека, самое главное. Так, так. Что нужно для этого? Нужно, когда женка видел, то где все так будет? Вы намекаете на Тимошенко? Не, я не знаю. Тут мне пишутся, что женка, а Тимошенко, что я не могу так сказать. Если посмотреть на воск, и если верить в то, что действительно это идеальная правда, когда в Украине, через сколько лет настанут времена, что люди будут жить в достатке, все будут счастливы, и не будет войны, будет мир, добро и позитив. Когда? В каком году? Ну, тогда, может быть, за 3-4 года. Попробовать на картах, предсказать будущее Украины. Грызоти все эти, хворобицы мали бы минутися. Уже вы мали бы идти эти хворобицы. Так. Користь. Гроши эти великые. Но меня тут, я думаю, что и эти президенты мали бы помиретесь, по одно другое, зрозумите, так как бы все ссылки пошли, то гребе было бы все доброе. А на ческих еролеке. И люди мои ческие. Когда в Украине будет ситуация экономическая, и вообще, самая главная ситуация для каждого простого украинца такая, что человек будет счастлив в достатке, большие зарплаты, большие пенсии. Когда вот вы это видите? В каком году? Еще не скоро. Я сроки в 2-3 траващим. Они приехали в село Верхний Ясеник, туда, где жил и принимал людей Михаил Нечай. Здесь, честно говоря, грустные воспоминания, потому что Нечай был очень позитивным, таким человечным. Конечно, когда я узнал о его смерти, это было больно. В 2011 году Нечай был настолько известным, что люди ждали своей очереди встретиться с ним по несколько дней и ставили тут балладки. Один из гостей убил Михаила Неча. Нечай был у нас такая нерайдужная в этой цивилизации. Нечай раз мы идем вниз, наш генофонд выгибатиме полностью. Это только Украина? И Украина. Украина еще будет так и по-старому. Половина, третий на Украине, Закарпатской, будет Магяром и Чехом. Галищина будет под Польшей. Схидная полудня Украина будет под Россией. Буковинская Украина будет Румуна. Так, как и было уже плановление. А что, вы считаете, что украина расколется Украина? Да, верно. Мы на карте ее не будем. Но это тимчасовое явление. В определенный час пройдет часу и потом дальше сбудутся. Она уже и сбудовала была, но распалась на два табора. Один народ свой стал врагом между собой. И вот эта третья сторона так сделала. Ну, это же кому-то выгодно, чтобы так сделали. Ну, а как же мы думали, то наша такая держава, Краина богата, черноземом, золотом, среблом, ураном и иншими, разумеете, копальными дорогами, газом, нафтой и все вносилось. Треба газде. Треба бы тут працовать. А их не хотят працовать и купуют из другой державы. Все это так, я говорю. Продолжение следует...